АЛЬМЕТИСЬ СЕГОДНЯ В музах, техникумах и колледжах теперь проще найти работу. Об этом и не только говорили на прошедшей в Альметьевске трудовой ярмарке. Мы поговорили о тех программах, которые мы реализуем в 17-м году. Альметьевских малышей посвятили в пешеходы. Почему важно с малых лет изучать дорожную азбуку? Чтобы ребенок, оказавшись один на дороге, не растерялся, а смог правильно перейти дорогу. Немного северной столицы, в Альметьевске. Творческий подарок горожанам от питерского стрит-арт-художника. Рисование просто у меня как с детства сложилось. Рисую и так и просто нравится. Я не устаю от этого. Устроиться на хорошую должность, не имея опыта работы, теперь проще. Помощниками в этом станут специальные программы по трудоустройству. Так утверждают специалисты Центра занятости населения. На днях безработных граждан познакомились со всеми действующими программами, каждая из которых может помочь соискателям найти работу. Екатерина по специальности бухгалтер в последней фирме проработала больше года, но попала под сокращение. Сегодня она пришла на ярмарку вакансий в Центр занятости и получила сразу несколько приглашений на собеседование. Ярмарка вакансий дает нам шанс найти достойную работу. Курьеры, подсобные рабочие, инженеры, медики, начальники отделов. В том, что все профессии важны и нужны, позволяет убедиться ярмарка вакансий. Сегодня Центр занятости населения Альметьевска предлагает соискателям возможности трудоустройства во всех сферах деятельности. От продажи услуг до работы на производстве. Подробно о каждой узнали посетители Дня открытых дверей и ярмарки вакансий для безработных. На Дне открытых дверей в форме конструктивного диалога с работодателями, с работниками кадровых служб предприятий, мы поговорили о тех программах, которые мы реализуем в 2017 году, в том числе по трудоустройству разной категории населения, в том числе для многодетных родителей, для инвалидов. Например, по трудоустройству инвалидов мы можем сказать, что установлены квоты для трудоустройства данной категории граждан. Новшеством является то, что работодатель теперь может арендовать рабочее место в другой организации, чтобы выполнить свою квоту по устройству инвалидов. Специальные программы помогают и в трудоустройстве новоиспеченных дипломированных специалистов. Выпускников вузов, техникумов и колледжей обязательно заинтересуют специальные программы «Первое рабочее место» и «Молодежная практика». Центр занятос также компенсирует работодателям часть их затрат по выплате заработной платы. То есть это очень хорошее направление нашей работы. Работодатели с года в год, зная о нашей программе, к нам обращаются, и часть выпускников нашего города таким образом находят в себе работу. Зачастую граждане, которые хотят найти себе какое-то место рабочее, они не осознают, в чем заключается сущность профессии. То есть мы дополнительно проводим профориентационную работу среди населения. Ну и, конечно же, мы даем возможность гражданам пройти обучение, которое востребовано сейчас на рынке труда. Если вам не удалось попасть на встречу, не огорчайтесь. Ярмарка в Акасе в Центре занятости проходит каждый месяц. Прийти на нее и получить всю необходимую информацию могут не только те, кто состоит на учете в Центре занятости, но и те граждане, кто планирует сменить рабочее место. Радик Рахимов, Елена Марданшина, Альметьевск ТВ. Альметьевские малыши стали полноправными участниками дорожного движения. В детском саду номер один прошло торжественное посвящение в пешеходы. Педагоги убеждены, такие шуточные соревнования на серьезную тему помогают ребятам серьезнее относиться к своему новому статусу пешеход. Карина Семенова совсем скоро пойдет в первый класс. Но уже сейчас она знает, как малыши должны лететься на дороге, как важно знать и соблюдать правила дорожного движения, и то, что невнимательность на дороге может привести к трагедии. Чтобы когда в школу пойти, переходить дорогу, а если мы бы правила не знали, то мы бы попали в больницу. Воспитанники подготовительной группы детского сада готовятся к школе. Скоро им предстоит самостоятельно ходить по улице каждый день на учебу. В связи с этим детский сад номер один «Беля Кеш» в содействии Управления безопасно-дорожного движения организовали посвящение в пешеходы. Конечно, подготовительные группы – это уже будущие первоклассники. Они будут самостоятельно ходить в школу. И, конечно, нужно, чтобы они были грамотными участниками дорожного движения. С этой целью детские сады проводят вот такую замечательную работу, где они повторяют и закрепляют правила дорожного движения, чтобы ребенок, оказавшись один на дороге, не растерялся, а смог правильно перейти дорогу. За звание лучших пешеходов боролись воспитанники трех групп детского сада – «Пчелки», «Лучики» и «Тамщилар». Вначале им предстояло ответить на вопросы, на знание правил дорожного движения и дорожных знаков. Внимание! Команду «Лучики» вопрос адресован вам. По тротуару человек ведет велосипед. Является ли он пешеходом? После успешного прохождения заданий все команды представили свои агитбригады. В выступлениях они обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и уважать друг друга. Правила дорожного движения мы знаем, умело на практике их применять. Дорогу переходят. Ребята должны лишь в месте том, где пешеходы переходят. На лево и на право посмотри и смело здесь, где ты переходи. А еще малыши предоставили слово мамам и папам, которые также приготовили творческие номера. Кульминацией стала церемония посвящения пешеходы, где ребята торжественно дали клятву соблюдать правила дорожного движения и быть грамотными пешеходами. «Быть внимательным! Никогда не торопиться! Никогда не торопиться! И не вынимай дорогу! Включаться!» В завершении все дети получили удостоверение пешехода и подарки. А группе лучики вручили кубы как лучшей команде пешеходов. Зарина Ахметова, Ирик Хабибуллин, Альмитис ТВ От темы пешеходов к водителям. С 1 января все страховые компании, которые имеют лицензию заключения договоров ОСАГО, обязаны заключать договор ОСАГО в электронном виде на всей территории России. Каким образом будет работать новая система в нашем материале? Купить полис можно на сайте страховой компании в интернете, не выходя из дома. При этом доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт Российского союза автостраховщиков. Любые другие способы приобретения электронного полиса через агентов и других посредников незаконны. Проверить, есть ли у компании действующая лицензия, можно на официальном сайте Банка России или на сайте Российского союза автостраховщиков. Кроме того, важным является, что в отличие от предыдущих периодов, новые владельцы полисов ОСАГО, те, которые раньше отсутствовали в системе, тоже могут купить полис через интернет. Это все добавляет удобства для потребителей купить такой полис. Процедура покупки электронного полиса достаточно проста. Для нее потребуются те же самые документы, что и для приобретения полиса в офисе. Паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта для автомобилей старше трех лет. Полис будет отправлен на адрес электронной почты, указанной при регистрации на сайте страховой компании или при первом входе в электронный личный кабинет там же. Он будет храниться в личном кабинете. Автовладелец также по желанию может получить полис ОСАГО на бланке строгой отчетности. При этом необходимо будет оплатить услуги почтовой доставки. С точки зрения законодательства оба варианта, электронный и бумажный, будут равнозначны. Мы решили узнать реакцию на новые правила альмитевских автолюбителей. Лучше через сайт, наверное, конечно лучше. Я думаю, скорее всего, для пожилых, для возраста будет проще съездить и оформить. Молодые, конечно, более продвинутые. Электронные. Вообще все электронные, я предпочитаю. Как-то упростит работу. У нас, наверное, ничего не упростит. Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции по требованию. Ожидается, что электронный оборот позволит автовладельцам сэкономить время в очередях, избежать необоснованных отказов страховых организаций от заключения договора ОСАГО и навязывания дополнительных услуг. Страховые компании обязаны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Банк России установил специальные требования в этом направлении, которые должны будут соблюдать все страховщики. Каждая компания понимать должна, что ее возможности проводить технологические изменения и ремонты ограничены указаниями Банка России. 30 минут в день – это может быть перерыв технический. И кроме того, какие-то тяжелые по времени работы только раз в месяц – это, соответственно, с 22 до 8 часов утра московского времени. Об этом компании знают, об этом извещается на сайте РСА, и мы надеемся, что по этому поводу спекуляции не будет. Все это позволит избежать ситуации, когда сайты постоянно висят или закрыты на технологические работы, и приобрести полис невозможно. Радик Архимов, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. К другой теме. Около 50 саксофонов, кларнетов и флейт со всей республики сегодня приехали в Альметьевск. Юные музыканты определяли лучшего из лучших. О том, как становятся духовиками и как зарождается музыкальная династия, смотрите далее. В музыкальном колледже прошел республиканский конкурс юных музыкантов. В нем приняли участие ансамбли и сольные исполнители на духовых инструментах в возрасте до 16 лет. Сегодня мы проводим республиканский конкурс юных музыкантов по трём номинациям. Это младшая группа, средняя и старшая. К младшей группе относятся дети, достигшие от 7 до 9 лет, старшая группа от 10 до 13, и с 13 до 14, старшая группа до 16, старшая группа. Своё мастерство представили ученики музыкальных школ Юго-Востока Республики Татарстан. Музыкальные произведения знаменитых композиторов-конкурсантов исполнили на саксофоне, флейте, трубе. Среди них был и Камиль Нуриддинов из посёлка Джоли. Я играю на трубе один год. Начал учиться в музыкальной школе в 9 лет. Я играю в белую берёзу, журавель, коленика. Мне очень приятно участвовать в этом республиканском конкурсе. По словам творческих наставников, всё чаще родители стараются увлечь детей игрой на духовых инструментах. Хотя нередко дети самостоятельно делают выбор в пользу духовых. Как поступила Элина, в её семье уже целая династия оркестровиков. Мой отец играет в ознаковском духовом оркестре, и я очень часто в детстве любила ходить к нему на репетиции, на выступления, смотреть, как он играет. Смотреть на флейту, на которой я в данный момент играю, мне очень нравился этот инструмент с детства, в принципе. И когда я сделала свой выбор, когда мне предложили пойти в музыкальную школу и сказали, на каком инструменте ты хочешь играть, я сказала, я хочу играть на флейте. Все одобрили мой выбор, все поддержали. Эдуард Прокопьев, Зарина Ахметова, Альмеческ ТВ Альмеческие студенты в праздник выпили 30 литров медовухи. В Татьянын день для жителей и гостей нефтяной столицы была организована большая развлекательная программа на площади нефтяников. На городском катке прошли массовые костюмированные катания на коньках от команды аниматоров «Фрэш». Всех замерзающих приглашали принять участие в бодрящем флэш-мобе от команды «Зеленого фитнеса» и студенческой квест-игре. Также гости смогли посетить интерактивные площадки, где работали фото-зоны, проходили творческие мастер-классы, различные акции. Прямо на площади работало студенческое радио. Ведущие в прямом эфире зачитывали поздравления, поступающие на просторы социальных сетей. Со сцены студентов поздравляли ректора и директора учебных заведений. Разумеется, особыми героинями праздника стали девушки, названные именем покровительницы студенчества. Самые талантливые Татьяны в этот вечер получили крова из рук ректоров и директоров. И, конечно, все желающие согревались медовым напитком, на изготовление которого ушло 3 литра меда, больше килограмма лимонов и 100 граммов корицы. Завершило гуляние молодежная дискотека. А вот студенты медицинского колледжа в честь праздника встретились с ветеранами полиции на волейбольной площадке. Товарищеский матч прошел в рамках акции «Студенческий десант в спорткомплексе «Динамо». Поначалу команда ветеранов отставала, и только на последних подачах нашла в себе силы и вырвала победу в сборной будущих медиков. Победителем турнира с небольшим отрывом стала команда ветеранов отдела МВД. То, что возраст совсем не помеха для спортивных побед, доказывают и герои нашего следующего материала. Для граждан третьего возраста в спорткомплексе «Мактамы» открыта оздоровительная группа с символичным названием «Золотые сердца». Тренеры приглашают на бесплатные тренировки всех поклонников спорта и активного образа жизни. Программа тренировок включает в себя все виды физкультурных упражнений – занятий йогой, лечебную, оздоровительную и дыхательную гимнастику. Ранее занятия для граждан, вышедших на заслуженный отдых, начали проводиться в залах детской и юношеской спортивной школы по футболу и дворца культуры Иске-Альмед. Желающих заняться спортом пожилых людей становится все больше. За недолгое время работы проекта и бесплатные тренировки нашли большое число поклонников среди активных пенсионеров молодых душой. Причем все чаще на занятия приходят те, кому до пенсии еще далеко. Сегодня на площадках занятия проводятся ежедневно. Кроме того, по вторникам и четвергам в 13 часов все желающие приглашаются в городской парк в центральной сцене, где работает группа скандинавской ходьбы. Расписание занятий и всю подробную информацию можно получить по телефону 32 50 35 и 32 35 29. Из завершения выпуска. Представьте, что среди серости многоэтажек вы встречаете цветной островок. Согласитесь, это способно заставить улыбнуться даже самого угрюмого прохожего. Благодаря фантазии неизвестного уличного художника, несколько лет назад граффити-рисунки появились на многих подъездах альмедских домов. Нашему корреспонденту удалось разыскать уличного живописца и познакомиться с ним. Морские пейзажи, пляжи, пальмы и цветы. Необычные рисунки на подъездных дверях знакомы многим жителям нефтяной столицы. Если имя автора назовут едва ли, то с тем, что затея украсить серые дома яркими сюжетами хорошая, скорее всего, согласится каждый. Несколько баллончиков с краской, немного фантазии и перед нами уже не серый подъезд с порядковым номером, а сказочный персонаж или яркий орнамент. Когда с большим трудом нам удалось отыскать неизвестного граффити-художника, выяснилось, что он давно перебрался в Питер. Но встретиться с уличным живописцем все же удалось во время его недолгого визита в нефтяную столицу. Им оказался Александр Карпов, в прошлом выпускник художественного училища и архитектурного института. Любовью к рисованию проникся с малых лет. Признается, что в детстве за расписанные стены дома в Джалиле, где родился и вырос, от родителей не влетело. Так и стал художником. А вот подъездного дизайнера переквалифицировался совершенно случайно. Первоначально, да, я сделал объект, у меня осталась краска. И после этого я просто нарисовал возле подъезда картинку. А так как Альмейцик небольшой, меня очень быстро нашли. И ЖКХ предложили с ним сотрудничать, раскрасить все входные зоны подъезда. Художнику дали баллончики с краской. Пространством для фантазии стали подъезды домов по улицам Сулеймановой, Советская, Тельмана. Всего за несколько дней на одних расцвели цветы, на других поселились персонажи известных мультфильмов. Но договор закончился, и Саша решил уехать, покорять нефтяную столицу. В Петербурге занялся любимым делом. Расписывал фасады домов, брал частные заказы. Чаще всего просили оформить кафе, рестораны и даже квартиры. Самым масштабным проектом стала работа над двумя фасадами 13-этажного здания. Когда приехал в Альмейцик к друзьям, передохнуть тоже не удалось. Впрочем, отдыхать от рисования он и не планировал. Рисование просто у меня как с детства сложилось. Рисую и так и просто нравится. Я не устаю от этого. Граффити холстом, который художнику предоставили друзья, оказалась стена, расположенная в студии современных танцев. И не случайно, ведь когда-то именно любовь к уличным танцам познакомила ребят. Так в холле студии появилось немного своего питера. Вид на Адмиралтейскую иглу. Свою задумку художник объяснил просто. Даже не знаю. Просто красиво. Петербург красив. И кто бы мог подумать, что на столичные пейзажи окажут влияние мастера уличного искусства совершенно противоположной части страны. А случилось именно так. Меня вот вдохновляют определенные художники. Это сибирские художники. Прям очень сильная школа в Сибири. Они, кстати, в Петербург приезжали. Мы с ними познакомились на фестивале. Я посмотрел, как они вживую рисуют. И после этого совершенно у меня изменился стиль рисования. Я уже начал как-то более аккуратно рисовать. И предпочтение художник отдает именно живописным сюжетам. Меня тянет к рисованию. К художественному им преподношению. К живописному, что ли. У каждого художника должен быть свой почерк. Я немножко себя сейчас, свой стиль еще в поиски стиля. Сейчас Александр возвращается в Петербург. Хотя расставаться с нефтяной столицей ему каждый раз приходится непросто. Он признается, что несмотря на большое число заказов, с радостью в очередной раз принял бы предложение о сотрудничестве с Департаментом жилищной политики и ЖКХ в Альметьевске. Если это случится, город снова увидит на своих улицах творение уличного художника, теперь уже вдохновленного набережными северной столицы. Елена Морданшина, Ильдар Гемаев, Альметьевск ТВ. На сайте нашей телекомпании продолжается голосование за участников конкурса «Свадебный переполох». Влюбленные пары набрали более трех тысяч голосов. Поддержите участников и вы. Напоминаем главный приз – свадебное платье. Генеральный спонсор конкурса «Кафе просто вкусно». Титульный спонсор – свадебный салон «Давай поженимся». Партнеры – сеть ювелирных магазинов «Алмаз золота», стоматологическая клиника «Дентал Люкс». На этом наш выпуск подошел к завершению. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова